Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН-17. Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН-17. 11-29. 14 августа 2019 года. РИА Новости. Андрей Стенин. На месте крушения малайзийского самолета. Бэрин. 777. В районе города Шахтерск Донецкой области. РИА Новости. Андрей Стенин. На месте крушения малайзийского самолета. Бэрин. 777. В районе города Шахтерск Донецкой области. РИА Новости. Андрей Стенин. На месте крушения малайзийского самолета. в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото Киев, 14 А в Крия новости. Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых в Киеве называют подозреваемыми в причастности к крушению самолета. Бэйн. В Донбассе в 2014 году передает в среду агентство украинские новости со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины. Совместная следственная группа ССГ, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, утверждает, что Бэйн был сбит из РК БУК, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВСРФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении. Россия подчеркивает, что обвинения ССГ в причастности Москвы голословны и вызывают сожаление. Расследование является предвзятым и однобоким. Все ракеты, двигатели от которой продемонстрировала Голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. 7 августа, 08.00 специальный репортаж РЕШ, имена ответственных за катастрофу MH17, известные будут обнародованы. 18 июня 2019 года трем гражданам РФ, Гиркину и Дубинком УС, Пулатову О, и одному гражданину Украины, Харченко Л, сообщено о подозрении в совершении данного преступления. 22 июля 2019 года материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном статьями 599-600 УПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года, говорится в ответе СБУ, фотокопию которого опубликовало агентство. 26 июля, 08.00 РИА Новости Правда о Боинг, над Донбассом, битва Запада с реальностью малайзийский Боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные о российских радарах и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК БУК, поразившая Боинг, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована. 17 июля, 08.00 РИА Новости 5 лет крушению малайзийского Боинга в Донбассе